Балтимор В возрасте 17 лет он уверовал и принял Иисуса Христа своим личным спасителем. Билл женат и живет со своей женой Аннет в Оранж-Каунте. В ночь на 22 ноября 1998 года Билл имел необычайные переживания. Покинув тело, его дух был во мгновение перемещен в ад, где по допущению Бога он пережил неописуемый ужас пыток. Как вы можете доказать, что это именно было духовное переживание, а не какой-то сон или что-то другое? Да, действительно, для меня это был не сон, когда я возвращался назад в тело. Господь показал мне мое тело, лежащее на полу, и я вошел в это тело. Из этого я знаю, что мой дух покидал мое тело. Об этом же говорил и апостол Павел. В теле или вне тела, не знаю. То есть это реальное переживание, выход из тела. И еще одно. Когда я вернулся в тело, я обнаружил себя в шоковом состоянии. Я кричал от страха и ужаса, и в таком состоянии меня нашла моя жена. Ваша жена тоже это может подтвердить? То есть Аннет тоже видела это? Не только вы сами видели свое тело? Да, моя жена обнаружила меня в шоковом состоянии, но я ничего не понимал в тот момент, как человек в момент эксцидента. Аннет была страшно напугана и молилась обо мне в течение часа, чтобы я хоть немного успокоился, и чтобы Господь избавил меня от страха. Как вообще это произошло? Что этому предшествовало? Я знаю, что есть ряд американских церквей, которые вообще отрицают наличие ада или, скажем более мягко, вообще не говорят об этом. Это было ваше любопытство. Что именно заставило Бога или подвело Бога к тому, чтобы вам пережить это такое невероятное переживание? Зачем Бог это допустил? Я являюсь христианином уже 33 года, но никогда основательно не вникал в эту тему. При этом важно заметить, что ни я, ни моя жена мы никогда не смотрели фильмы ужасов. Следовательно, ничто не могло повлиять или привести к тому, чтобы думать о таком ужасном месте, как ад. Однажды после молитвенного служения мы пришли домой и, как обычно, легли спать. Внезапно я очутился в тюремной клетке ада. Я не знаю, почему Бог избрал меня для этого. Существует ли какая-то параллель между тем, что вы переживали, и между священным писанием? То есть подтверждают ли священные писания ваш опыт? Каждая деталь моего свидетельства подтверждается Библией. Приблизительно от 10 до 50 мест на каждый эпизод. И Библия достаточно детально и точно передает состояние человека, попавшего в ад. В отношении расстояния, то я знал, что я нахожусь на глубине около 3700 миль от поверхности Земли. Радиус Земли составляет приблизительно 4000 миль, так что я находился близко к центру Земли. Некоторые места писания также свидетельствуют о том, что ад расположен в центре Земли. Как вы знаете, что это именно 37? Знаете, это одно из явлений, которые тяжело описать. Я просто понимал или знал об этом. Например, я знал, что нахожусь в этом месте навсегда. Также я знал и расстояние, как глубоко и далеко нахожусь там. Чувства каким-то образом приспособлены воспринимать различные вещи на несколько по-другому, чем на Земле. Я не знаю почему, но так есть. Хотя это не столь важно, важно то, что в настоящее время ад действительно находится в центре Земли. И после Великого Суда, книга Откровения, ад и смерть будут брошены в озеро Огненное. Где находится озеро Огненное, я действительно не имею никакого представления. Значит, вы, как бы сказать, не вы, описания разделяют понятие ада и озера Огненное, что ад будет брошен в озеро Огненное. Как бы вы это могли объяснить? Ад, куда снизошел Иисус после своего воскресения, описывается как преисподнее или глубокое место Земли и звучит на еврейском языке «шил». Там находился ад в то время и находится сейчас. Рай также описан этим же словом «шил». Но ад и рай разделены Великой Пропастью. Там же находились души праведников Старого Завета, которые были освобождены по воскресении Иисуса Христа из мертвых. Ад остается на том же месте до Дня Суда. И затем, вместе со смертью, будет извлечен из земли и брошен в озеро Огненное. Я не знаю, почему так, но так распорядился Бог. Хорошо, Билл. Значит, я хочу приступить к самим детальным, так сказать, сценам, которые вы видели в этом месте. Вы оказались сразу в клетке. В клетке. Вы как будто провалились в эту клетку прямо из своей комнаты. Я оказался в тюремной клетке. В аду много разных мест, таких как огненные ямы и огромные ущелья, пылающие огнем. А также просто камеры или клетки, на дверях которых находятся обыкновенные решетки. Вот в одной из таких камер оказался и я. В этой клетке я обнаружил нескольких демонов, которые были посланы истязать меня и мучить. Я не понимал и не знал, кем являлись эти гигантские существа, подобные ящерам. Их тела были покрыты чешуей, как у змеи. Их рост составлял приблизительно 12-13 футов. Также и Библия описывает демонов подобным образом. Они причиняли мне несказанные мучения. При этом я думаю, что Бог приглушил во мне чувство боли, так что я ощущал не всю боль, которой подвергались другие люди. Как вы могли переживать чувства, когда вообще человек присутствует не в теле, вне тела присутствует? То есть ваше тело осталось в комнате. Каким образом вы могли иметь определенные переживания на уровне чувств? В книге Матфея 10.28 написано, «Бойтесь того, кто может и душу, и тело ввергнуть в гиену огненную». То есть человек имеет тело, находясь в аду, которое аналогично тому телу, которое мы имеем сейчас. Но оно состоит из другого материала, потому что способно выдержать невыносимую температуру ада. Я не знаю, из чего оно сделано, но выглядит так же, как и наше обычное физическое тело. Трудно объяснить, каким образом мое тело ощущало боль от издевательств демонов. Я удивлялся, как я мог выжить после того, что они со мной делали. Каждая пытка в земном измерении боли должна была бы кончиться смертью, но я не мог умереть. В аду ты мертв, мертв духовно, и находишься в состоянии постоянной боли, причиняемой демонами и другими явлениями. От этих существ исходило неимоверное зловоние и запах гнили. Весь ад наполнен вонью настолько токсичной, что один вдох мог бы стать смертельным для земного человека. Вы сказали о том отвратительном запахе, от которого можно отравиться, если бы жить на земле или находиться в теле на земле. Что это был за запах, с чем его можно сравнить? Этот запах настолько отвратительный, что трудно вообразить. Это подобно вони открытой канализации, тухлым яйцам, испорченному мясу или гниющему телу. И это все надо умножить в тысячу раз. И, само собой, это представить невозможно. Представьте себе это невыносимое, отвратительное, неописуемое зловоние, поднесенное к вашему лицу. Да, зловоние было ужасным. Настолько тяжелым, что не хотелось дышать. Кроме того, воздух был сильно разрежен. Я думаю, что огонь поглощает весь кислород. Также там нет воды, вообще нет никакой жидкости, нет ни капли влажности в воздухе. Каждый вдох дается с трудом, и я дышал приблизительно так. Почти невозможно дышать. И так люди будут проводить вечность. Всякое даяние доброе и дар совершенный приходят от Отца Света. Мы дышим, питаемся, наслаждаемся запахом цветов, но в Аде человек лишен всего этого. Там нет ничего живого, нет никакой растительности, нет никаких признаков жизни. То есть человек лишен всего, чем может наслаждаться на Земле. Дыхание – одно из удовольствий, и поэтому малое количество кислорода – это одна из пыток в этом ужасном месте. Вы сказали, что там нет никакой разновидности жизни. Как это понять? Что включает в себя понятие общей жизни? На Земле мы мало замечаем жизни, вероятно. Только в сравнении можно это понять. В одну человек не имеет силы. Абсолютно никакой. Даже при всем своем старании я не мог превозмочь демонов. То есть тело лишено всякой силы. Однако мне как-то удалось выползти из камеры и увидеть немного горизонт. С одной стороны, пламя озаряло местность, и я мог видеть обожженные камни, пустынную землю, полное отсутствие жизни, никакой растительности или травы. Трудно было рассмотреть что-либо, и я видел темно-коричневую землю, мертвую и сухую.